Добрый день, уважаемые радиослушатели, деловой вторник. Мы всегда в это время обсуждаем наиболее актуальные события в сфере экономики, деловые события. Наш звукорежиссер Евгений Копеин. Сегодня в гостях у нас член управления Латвийского объединения получателей кредитов Иоаннис Абулынич. Добрый день, господин Абулынич. Ну и обсуждаем новости, связанные с возможным облегчением процесса банкротства частных лиц. Стало быть, это наша главная тема. Главная тема На сегодня процесс признания неплатежеспособности частных лиц имеет ни шаткое, ни валкое положение. Это услуга, если ее можно так назвать. Вы улыбаетесь, но по сути это такая услуга государству, своим жителям. Освободиться от ранее взятых на себя обязательств. Может быть переоценивших свои силы. Но тем не менее это европейский тренд. Но если мы так подразумеваем, что это услуга, она не столь популярна, как могла бы быть. Вот почему? На данный момент не можно сказать, что она не популярна. Если сравнить те данные, которые были по старому закону, который вступил в силу в 2008 году, то это ежемесячно. В среднем было примерно 10 процессов, которые начались в нашем государстве. На данный момент, в этом году почти каждый месяц эти процессы уже 100 процессов в месяц. Поэтому это все-таки по сравнению... По сравнению безусловно, да. По сравнению... Он не предполагал практически вообще никаких возможностей для маневра для операционной. Все-таки новый закон, точнее тот обновленный закон, он значительно более повернут лицом к жителю. В старом законе были какие-то маневры, которые использовали все-таки те жители, которые имели какие-то большие накопления. Ну, если смотреть по тем, таким, звонким делам, ну, очень, да, тогда, ну, тот же Тирсов, Ансплауды, да. На данный момент эта структура людей, в принципе, поменялась. Если на данный момент примерно 2100 жителей уже объявлены платежно-сособным, одна треть, это, в принципе, с нашего объединения кризис-заемщиков, и 90% все-таки тех, которым зарплата уменьшилась, ну, или 20%, или 30%, и они, ну, в принципе, у них нет другой ситуации, другого выхода, как пройти через этот процесс банкротства. Ну, то есть люди, как правило, наемные работники, по которым ударили кризисные условия? Учители, медсестры, полицейские, военные, ну, в принципе, половина, можно сказать, что они все-таки госслужащие, которые более-менее, им их все больше зарплата уменьшилась, да, ну, все больше. Эти люди получали такие кредиты, которые не смогли вернуть, и вот они ушли в эти два года решения своих проблем, да? Ну, стандартная ситуация, которая, ну, одна из первых, которые подала женщина на этот процесс платежно-сособности, у нее зарплата была 400, она работает в госполиции, ей зарплату уменьшили на 250, конечно, коммунальные услуги, хотя бы по проценту, они тоже увеличились, потом банк продал эту недвижимость, которая там стоила 60 тысяч, оценена была, продала за 15 тысяч, банк купил за 15 тысяч, точные предприятия на нее остались 45 тысяч лад. Но из зарплаты не 400, а 250, она должна платить вот одну треть через судебный исполнитель критору, ну, так как есть такой вариант, как все-таки пройти эту процедуру банкротства, через 2,5 лет, ей эти долги погасятся, ну, и она начнет новую жизнь, да? Хотя до сих пор мы знаем ряд финансовых учреждений и даже государственных структур продолжают, ну, я все-таки скажу это слово, запугивать людей, решившихся на банкротство, совершивших этот очень волевой шаг, надо сказать, тем, что кредитная история будет безвозвратно испорчена, что никогда в жизни они не смогут больше оперировать с заимствованными средствами и прочее, прочее. На данный момент кредит заемщиков, который есть у Латвийского банка, в нем занесено 960 тысяч людей, у которых есть кредитные обязательства. У нас на данный момент людей вообще в стране, как мы знаем, 1,9 миллионов, в том числе детей. То есть половина жителей. Детей, в том числе детей и пенсионеров. Которым кредиты не дают. Не дают, да. Ну, если посмотреть, в принципе, ну, я думаю, что я не совру, если скажу, что, ну, наверное, одна треть только нету, или одна четвертая, да, которые не видны, эти кредиты не видны, да. Значит, большинство работоспособных людей в этом регистре кредитозаемщиков. И 20% из них уже не платят больше, чем 60 дней. А что означает больше, чем 60 дней? Значит, банк, уже кредитор, может с ними расторгнуть договор и просить вернуть всю сумму кредита. Если, конечно, эти не все случаи, которые долгие обязательства будут свыше 5 тысяч, которые могут идти на процесс платежной суммы, хотя бы разделим на два. Это 100 тысяч людей, в принципе, те, которые, ну, они раньше или поздно можно, может, этот процесс. Ну, 500 тысяч человек, да? Ну, так, примерно. То есть, вы хотите сказать, что всех в черные списки не внесут, иначе будет вообще не с кем работать, правда? Ну, в любом случае, ну, так как вы правильно говорили, что это все-таки больше или меньше запугивание, да, что вот вы там не сможете брать еще там кредит и так далее. Конечно, это зависит от количества людей, которые будут проходить эту процедуру. Если это 2 тысячи, как на данный момент, тогда это мало, тогда эта бумага, конечно, ну, может быть, ничего особенно не означает. Но если это будет 20 тысяч, а если 100 тысяч, конечно, я думаю, что так как в Великобритании нам рассказывали, что они так и так выдают кредит, и тем, которые приходят эту процедуру, он, конечно, смотрит и еще раз оценивает, на что выдают, да, какая процентальная ставка дает, сколько процентов от, скажем, от недвижимости, если он покупает, сколько им выдают, да. Но кредит выдается, потому что, ну, кому будут выдавать кредиты, да. Кредит это на том, что банк и зарабатывает, но не будет выдавать никому кредит. Ну, не знаю. Ну, да, начнутся люди, у которых это уже другая история, правда, но сегодня довольно популярный разговор о том, что в Латвии достаточно много накопившихся средств. Но об этом мы в других передачах говорили. На сегодня, вот, прежде чем мы поговорим о тех возможных послаблениях, которые обсуждаться будут в парламенте, на сегодня наверняка есть ряд трудностей, с которыми приходится сталкиваться людям, решившими оформить банкротство частных лиц. Вот что это за основные трудности? Основные трудности все-таки это зависит от того, что, ну, если начинать эту процедуру банкротства, все-таки должны быть какие-то средства, чтобы начинать эту процедуру. Потому что, ну, хотя бы госпошлина, ну, ладно, 55 лат, это, ну, много или мало, да, но на разовый платеж администратор 400 лат, и потом человек должен платить одну треть от своих доходов. И те, которые приходят в наше объединение, говорят, ну, я же банкрот, у меня вообще, как будто никаких доходов нет, да, ну, вот, получается, что у меня все-таки какие-то деньги должны быть. Но по этим выплатам, ну, на данный момент, когда принимался этот закон, это было большое такое соглашение компромиссы между банком и нами, да, что вот именно вот какие суммы должны все-таки человеку быть, чтобы он начал эту процедуру, да, что вот этих платежей одна треть от минимальной заплаты 67 лат, да, банки, в принципе, предлагали, чтобы этот платеж ежемесячно был минимальной заплате, это 200 лат, да. Мы все-таки депутатов убедились, что, ну, 200 лат тогда нет никакой разницы между старым законом и нынешним законом, да, 67 лат, но это все-таки, все-таки, ну, что-то, если человек хотя бы 150 лат зарабатывает, ну, эти два года потерпеть, чтобы эти долги погасились, да, ну, я думаю, что это все-таки есть такая, есть все-таки какая-то цель, чтобы, ну, чтобы это можно все-таки как-то, ну, продержаться, да. Если говорить о тех облегчениях, которые собираются обсуждать парламентарии и уже начали продвигать эту тему, в частности, в публичном пространстве, то что это такое и для чего это? Ну, на данный момент надо чуть-чуть истории об изменении в законе, значит, на прошлом году уже летом Министерство юстиции сделал рабочую группу, которая начала обсуждать те изменения, которые должны, ну, которые с нашей стороны, с коммерческих банков и администраторов, на что мы как будто указывали, что, ну, надо поменять закон, что уже два года он все-таки тогда год уже работал, ну, есть уже какие-то нюансы, которые надо в законе поменять. Рабочая группа работает уже год, уже были поправки в законе, переданы даже министры кабинетов уже рассматривать, но коммерческие министры, да, это отвернуло, но на данный момент эти изменения повысили где-то в воздухе. Непонятно, ну, почему и как. С нашей стороны, мы, конечно, нам такая, самое главное, что мы хотим, хотели поменять, все-таки сократить эту процедуру платежособности. На данный момент большинство случаев или два с половиной лет, или четыре года, да, когда человек может пройти эту процедуру. Наше предложение было всем укратить на один год, значит, тем, которым долговые обязательства до 100 тысяч лад, а им это банкротство было бы полтора года, тем, которым свыше, им было три года. Это наше предложение в этой рабочей группе вообще не рассматривалось, как сказала заместитель госсекретара Министерства юстиции, это красная линия, через которую вообще рабочая группа не будет переступать. Объяснило, почему, кстати? Нет, просто красная линия, у нас очень модное же, да, красная линия, ну, господин Абулынч, если вы хотите что-то изменить, вот, дорогу Сайм, там идите говорите с депутатами, да, ну, и тогда, ну, вот, уже в Сайме будем уже эту красную линию уже рассматривать. Депутат Сайм, новые депутаты, бривио-демократы, в том числе господин Валайенс, когда он первый начал работу с Саймом, он сам пришел и говорил, ну, какие наши проблемы, может быть, ну, в законе, что надо поменять. Ну, и его, его оставшиеся депутаты, которые идут под бривио-демократы, ну, бывший Олстайниш, да, и бывший министр юстиции господин Безинч подписал поправки в законе о том, что, ну, начал эту дискуссию, подали Сайм, да, на рассмотрение о том, что вот именно сократить этот срок, ну, на один год. Ну, вот и мы, вот и мы переступили эту красную линию. Ну, просто в парламенте, а не через, не в правительстве, да? Мы на данный момент бривио-демократы, господин Валайенс, в принципе, обошел кабинет на министр, да, и подал эти поправки напрямую в Сайм. Насчет того, насчет этого я уже в феврале уже, когда было, если помним, дело с СИКи, да, было такое заседание, было заседание Сайма, где именно Тауция на Цепском, Сейм, которым рассматривали, что надо менять в этом законе, я уже тогда говорил, что... Это, по сути, прецедент, правда, да? Да, ну, тоже прецедент, но не к физическим лицам, да, но к юридическим лицам, да. Я уже депутатов как будто, ну, я уже предлагал, чтобы они начали эти изменения, чтобы уже рассматривали Сайм уже, в тот момент, уже начиная с февраля. К сожалению, никто не слушался, да, и на данный момент год уже прошел, пока этот закон Министерства юстиции, но я думаю, что по прошлому разу, если смотреть, как сами этот закон принимался, ну, я так предполагаю, что еще на полгода, как минимум, зависит, потому что коммерческие банки сразу сказали, ну, конечно, поздравляли, поздравляли, что мы обошли Кабинет Министров, да, но у них, ну, примерно 50 или 60 еще изменений в законе, которые надо рассмотреть. Значит, этот закон, ну, можно, ну, как коммерческий представитель коммерческих банков сказал, ну, на следующий выбор Сайм, я думаю, что мы эти изменения и ваши, да, наверняка, примем. Да, ну, кстати говоря, вот вы упомянули историю с ИКИ и строителями, у которых были там серьезные недоразумения между собой, связанные с тем, что из-за, ну, относительно небольших средств, которые компания была должна, одна компания должна была другой компанией, арестовали имущество вот этого большого предприятия под названием «МЫКИ». Ну, там это все сопреждалось с всяческими дополнительными процессами, да, ну, суть вот этого такова. Но, что показательно, здесь в дело вмешались большие, крупные европейские структуры, торговцы, чуть ли не из Еврокомиссии сигналы поступали в латвийское правительство, именно поэтому вот и в парламенте на основании комиссии по народному хозяйству и в правительстве этот вопрос стал уже очень активно обсуждаться и прочее, 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 прочее. Ситуация каким-то образом разрулилась. Здесь как будто есть интерес у жителей Латвии, есть интерес у зарегистрированных в Латвии частных лиц, юридических лиц и прочее, прочее. Именно поэтому началась беседа о том, что много-много-много еще чего надо сделать, может быть, к следующим выборам придем. Ну, так, вывод со стороны. Мы вот со стороны три года назад, если не ошибаюсь, когда Домбровский первый раз стал премьером, тогда он тоже сказал, что нам надо в стране все-таки какую-то ответственность банкам, что надо закон о гипотечном кредитовании. В принципе, сам заемший должен все-таки, если это гипотечный кредит, он должен отвечать именно с этим имуществом, которого он заложил. Ну, прошло, наверное, недели-две, во-первых, он встретился с руководителем коммерческих банков здесь в Латвии, он поехал в Швецию, да, переговорить, да, но через две недели эту идею он сказал... Не-не-не, я, наверное, чуть-чуть... Вы меня просто неправильно поняли. Неправильно поняли, да, извините, да. Да, я даже, кстати, припоминаю, вот то, что его неправильно поняли, даже кто-то говорил о том, что его журналисты неправильно интерпретировали. Да-да, мы, в принципе, следим за тем, как мы интерпретируем рассказывание. Если чуть-чуть еще такой интересной истории, могу рассказать, что две недели назад было рассмотрение комиссии, юридической комиссии в Сайме о том, что в законе, гражданском законе написано, что с каждым случаем, когда освобождается сам заемщик, освобождается поручитель. И националисты, в Ислатуеве, сделали предложение, что надо поменять, надо четко сказать, что вот именно вот, что в законе, что и после процесса платежа собственности, вот, и тоже поручитель тоже освобождается от этих кредитных обязательств. Ну, и тогда госпожа Шепана очень интересно сказала, что, потому что за эти изменения были националисты и были садские институты. И госпожа Шепана так интересно сказала, а, значит, у националистов и садские институты есть общие какие-то там, ну, какие-то... Общие долги. Общие долги или общие интересы, да, как это, националисты и садские институты, да. Но, с другой стороны, наверняка, это заседание комиссии все-таки, ну, так показалось, что вот каким партиям все-таки все больше, больше все-таки интересует вот народ, да, и что происходит с людьми. А не то, что там скажет, там, валютный фонд или Евросоюз или что-то такое, да. Ну, к сожалению, так, да, ну, значит, все-таки венуты и партия Заттлерса, но они как-то все-таки, можно все-таки сказать, что лоббируют более-менее все-таки банков, да. 28 коммерческих, да, структур здесь в Латвии. Ну, я думаю, что если мы так на скидку возьмем, обобщим все сведения, которые официально доступны, а также слухи, то мы наберем значительно большее количество коммерческих структур, которые заинтересованы в работе вот этих двух партий. Да, но на данный момент все-таки, если смотреть, но на данный момент, если смотреть, ну, все-таки наше объединение, оно все-таки участвует при всех таких глобальных законопроектах именно и по гипотечному кредитованию, и по законоплатежной собственности, все-таки чуть-чуть меняется, что, ну, если раньше, ну, банки там есть предложения, все, это проходит, да, ну, на данный момент все-таки прислушивается нашим мнению, да, и все-таки, ну, и депутаты тоже, ну, не так, что все, банки сказали, что так надо, и все идет. На сегодня вот наиболее распространенная сумма, с которой люди испытывают затруднения, это какая? На данный момент опять эти суммы поменялись в новом законе, в принципе, эти... Нет, сумма не до 100 тысяч или после 100 тысяч, да, когда разные сроки для того, чтобы человек вот находился в процессе неплатежеспособности, а наиболее распространенный взятый кредит, после которого человек принимает для себя решение, что он не способен его решить, вернуть. Это не связано все-таки с суммой кредита, это связано все-таки, насколько мы уменьшили эту зарплату, да, если уменьшили, может быть, на процентов 10, да, он, может быть, как-то еще, может как-то все эти долги платить, да, но если эта сумма превышает уже 15-20 процентов, все, там, этот платеж в той же ситуации, да, если у человека 400 латов зарплату, он платит одну треть, это 130 лат, еще 100 лат, ну, коммунальный 230, ну, ему 170 останется, ну, еще более-менее можно жить, если он ему уменьшивает на 250, платеж, обманку не меняется, одну треть, так и плати по старым 130, да, еще коммунальный 230, жить на 20 лат, к сожалению, ну, там, невозможно даже. Ну, да, и тем не менее, ну, есть же наверняка, там, вот, наиболее распространенная сумма кредита, когда-то говорилось о том, что это около 50 тысяч латов, потом была сумма в 40 тысяч латов. Ну, в принципе, такая ситуация, в которой идут люди, все-таки в среднем, такая долговая обязательность, когда они идут на процесс платежа, это примерно 50-60 тысяч, большинство сейчас уже, латом, да, латом, большинство сейчас все-таки у них одна недвижимость, которую и должна продать, ну, очень редких случаях, там, что-то заложено, там, квартира, там, может быть, родителей, или какой-то, там, ну, все-таки однокомнатная и трехкомнатная, которые не успели продать, ну, и доходы все-таки у них примерно плюс-минус 250-300 лат. – Да, ну, еще, наверное, одно обстоятельство здесь успеем обсудить до завершения программы, это то, что, естественно, на рынке образуется достаточно большое количество, если до 100 процессов в месяц, то до 100 свободных объектов недвижимости образуется только вот в связи с процессом банкротства частных лиц, плюс еще многие нераспроданные, отобранные и зависшие в воздухе, все это повисает в недрах банков, и они становятся еще более злыми, и, соответственно, пытаются каким-то образом через государственные учреждения продавить, ну, разные решения, которые позволят им вот эту недополученную прибыль или эти убытки комментировать за счет других клиентов. – За какие убытки мы сейчас говорим? Если смотреть статистику, да, банки на данный момент в этом году уже за сколько там месяцев, у них прибыль уже 100 миллионов лат. Какие убытки? Не понимаю тогда, о чем вы говорите. Я думаю, что все в порядке уже у банков, да? – Нет, мы сейчас не о банках говорим, мы сейчас говорим о том, что банки же привыкли к другим прибылям, правда? – Не, ну, конечно, там было 700-800 миллионов. – Вот, сегодня там значительно меньше, некоторые банки даже объявляют о том, что они сокращают штаты, оптимизируют там расходы и так далее, и так далее. И, соответственно, у них при этом, при всем, есть еще огромное количество вот разного, ну, ненужного барахла, им ненужного, которое раньше-то принадлежало вот вашим клиентам, за которые нужно еще и платить. – За которые нужно платить, и наши информации говорили те, которые предоставляют коммунальные услуги, они говорят, что, в принципе, банки на данный момент уже, дочень ее и в предприятии, ну, скоро будут самые большие все-таки должники. Не частные лица, а именно, но такая стратегия банков, что они все-таки хотят, что вот, забрать эту недвижимость, да, ну, их держать, да. Но на данный момент получается, что та же Рыжка, я думаю, хотела переговорить о том, чтобы все-таки на какие-то, ну, давайте на аренду. – Ну, а сцены, муниципальные квартиры, да? – Нет, нет, нам это не интересно, нам это не нужно. – Ну, в редких случаях это все-таки происходит, когда речь идет о… – Очень редко, есть исключение банка, который, ну, та же Ажайск, Оксбанк, который говорит, да, Светбанк, там, большие СЭБ, они говорят, нет, Парекс, там, все, нет, свободное, не может, мы там будем платить, там, платить, там, травой, там, зарастают эти дома, но через год этот дом, в принципе, уже, ну, это только. – Может быть, стоит с правительством поговорить о том, чтобы вот вот таким образом они могли компенсировать свои обязательства перед коммерческими банками? – Если кому-то это будет интересно, да, правительству это неинтересно, это интересно самоуправлением, в которых эти пустые квартиры и остаются, потому что на данный момент получается, что квартиры отбирают, этих людей выселяют, а проблема остается не у правительства, а остается у самоуправления, в котором, если там ребенок, тогда ему надо предоставить все-таки жилую площадь, да, ну, и самоуправление, ну, вот, и с этой проблемой как-то решите, да. – Завершить сегодня программу предлагаю высказыванием нашего слушателя здесь сделанном в видеочате. Интересно, банки платят налог на отобранную собственность? – Сегодня у нас в гостях в «Деловом вторнике» был член правления общества… – Креди заемщиков в Латвии. – Объединение заемщиков Яниса Болиниш. Спасибо вам, удачи, всего доброго и пока.